Татьяна Васильевна Конкасова окончила Московский государственный институт культуры по специальности руководитель самодеятельного народного коллектива. В 1974 году она поступила на работу во Дворец культуры химик на должность руководителя русского народного хора. С первых дней она начала активно собирать новый коллектив на базе учащихся 9-10 классов школ города. И уже в мае 1975 на Дне химика ансамбль русской песни «Русь» дал свой первый концерт. Это тоже старейший работник нашего Дворца культуры, в том плане, что она долго работает во Дворце культуры, которая тоже работала и в 90-е годы, и в советское время. И как организовывался вообще этот хор, кто вообще туда ходит. Никто же никогда не задается вопросом, откуда берутся люди, которые приходят в нашу самодеятельность. Татьяна Васильевна как раз и знает вот этот секрет, откуда берутся люди взрослые, которые приходят петь именно русскую песню. Обычные люди на самом деле, это люди, которые приходят совершенно со стороны, просто хотят петь. Может быть, когда-то у них там в семьях тоже пили, но вот они просто хотят и любят петь. И они приходят в коллектив. За время своего существования ансамбль под руководством Татьяны Васильевны накопил богатый репертуар песни российских композиторов, русские и народные песни. В ансамбле существует преемственность поколений. Помимо основного состава существуют два коллектива «Спутника». Это детские фольклорные ансамбли «Родничок» и «Жемчужинка». Хор является частым гостем на всех праздниках нашего города, а также города Москвы и Московской области в целом. Ансамбль участвовал в программе празднования 850-летия города Москвы. Творческая встреча с Татьяной Васильевной Конкасовой состоится уже завтра, 20 октября, в 18 часов.